В России стартовал фестиваль патриотического рэпа. Он пройдет в три этапа. Сначала на уровне регионов, потом на уровне федеральных округов, а завершится все большим галоконцертом в Крыму. Мы попали на отборочный этап, который прошел в Уфе. В зале Башкирской филармонии. Организаторы фестиваля – Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России совместно с Федеральным казначейством. Праздник проводится с целью формирования уважения к закону и чувства патриотизма. Так заявлено в положении о конкурсе. От более подробных комментариев ведомства воздерживаются. В Уфу приехали исполнители со всей Башкирии. Их набралось более десяти. В их числе группа «Асачи» из Бирска. Узнали мы о фестивале за день до фестиваля. И то есть и песню мы написали тоже за день до фестиваля. Это наша фишка. А так мы участвуем во многих фестивалях. Взяли фольклорную, ну, русскую песню «Катюшу», «Четыростища» и написали свои песни, ну, свои стихотворения, свои главы, свои ремиксы, да, получается. Ориентируясь на жанр фолк в сторону Пелагея. Мы вообще стараемся политику не трогать. Я считаю, что политика там, политика здесь, а политику на самом деле мы не знаем. То есть мы культура, мы даем человеку расслабиться, то есть послушать русские народные песни, в политику мы не лезем. В других песнях вспоминали победы над французами и над немцами, о любви к русской земле и спасении соседей от тирании. Но патриотизм – это не всегда любовь к стране. Это и про родной район или город. Это родина моя, и родина моя, мама горит яркими, где ты будь или не моя, если ты не спрощишь, что любуй тебя отцы, обязательно скажешь, что это толпасы, толпасы. Каждый вечер выходной толпасы. Кто-то все-таки решил отойти от канонов истинного рэпа. Специальный гость из Москвы, который нас заверил, что выступает вне конкурса, приготовил для уфимцев сюрприз. Это первый жанр в истории музыки, эстрадный хип-хоп-монолог. Здесь совмещается эстетика и искусство советского слога, советского монолога, семенальтов и другие легенды. И с более что-то современное – это хип-хоп. Я люблю и то, и другое. Как это все соединить? Соединить довольно сложно. Здесь нужен острый ум. Везде, в каждом куплете у меня шут, то я это гарантирую. И при этом есть определенная ритмика, да, то есть ритмика известна еще с поэтов Серебряного века. Я стараюсь вот в этом жанре действовать. Не второжает, рубль, наконец, крепнет. Камалу Харрис чаще видит хмурую. Все ряда на камеру улыбается меркой. Совпадение? Не думаю. Да, молодцы. Кажется, столичный гость вдохновился творчеством другого заметного рэп-исполнителя. Невчь дорожает, рубль, наконец, крепнет. Терезу Мэй чаще видит хмурую. Все реже на камеру улыбается Меркель. Совпадение? Не думаю. Отношения власти и рэпа начались давно. Во время второй президентской кампании Бориса Ельцина группа «Мальчишник» записала трек в поддержку главы государства. Настало время решить судьбу великой страны. Это должен сделать как? Это должен сделать ты. Подумай о том, что для себя ты выбираешь. Голосуй! Или ты проиграешь? Нулевых на канале Муз-ТВ выходила программа «Битва за респект», где в рэп-баттлах соревновались сильнейшие исполнители. На финал третьего сезона приехал Владимир Путин, который рассказал о вреде наркотиков и пользе от здорового образа жизни. В записи двух самых известных провластных треков принял участие Тимати. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. В пятом поколении коренной москвич. Не хожу на митинги и не втираю дичь. Пешком с Арбаты до площади Гагарина. Там хлоп на бургер со здоровьем с опянина. Победители фестиваля патриотического рэпа выступят в Крыму на галоконцерте в рамках форума «Таврида Арт». Ранее там уже выступали Гуф, Эсте и другие исполнители. Андрей Шарыгин, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.